Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в Хабаровск! На календаре уже 10 января. Это означает, что конец регулярного чемпионата фон Бетка Хелл в принципе не за горами. И делаем вывод, самые важные матчи регулярки уже команды играют в эти дни. Безусловно, один из таких мы посмотрим с вами и сегодня, потому что в этом прекрасном городе под названием Хабаровск сегодня вновь сыграют местный Амур и Новосибирская Сибирь. И вот здесь сегодня как раз изменение в старте вновь Игорь Бабков. Итак, поехали. Первое вбрасывание остается все-таки за Сибирь, учитывая, что последнее касание вот здесь было на счету Тейлора Бекки. Как я понимаю, после четвертого звена появилась не первая тройка, а вторая, где играют Бочаров, Барулин и Коршков. Вновь бросок на сервис Александр Брынцев его производит и Костин действует уверенно. Но в последнее время он заявкой не попадает. Сохраняющая бы хозяева льда. Здесь дальний бросок, реагирует Костин. Пока все вот эти броски поворотом всеми сторонами Росибири переводит на сенью Мищенко. Ходовь направо. Станислав Бочаров. Подставление. И сколько шансов было в этом большинстве у Барулина? Уже, наверное, раз пять. Защитник Сибири Тимур Хияров. При этом ближний к схеме игроки поехали меняться. Свежая тройка появилась. Бросок. Это переправление Кашкова. Но Костин говорит, нет. Белоусов. Смещается в сторону центра Белоусов. Перевод направо. Бросок низом. И это неплохо. Это уже Зияд Пайгин. И, пожалуй, первый хоть сколько-то опасный момент возле ворот Бобкова. Это довольно много. Гиздатуллин. Заброс за лицевую линию. Там открывается Грецкий. Дальше Лапин. Ищет варианты. Перевод на сенью. Еще один бросок. И без проблем фиксирует Шайбу Костин. Так. Хияров, Аланов, Коротков. Все в коробочку. Зали Грецкого. Хотя он, мне кажется, побольше. Так. Ой-ой-ой. Как бы все это в драку не переросло. Ну, судья, вроде бы, руку не поднимает. Так что, скорее всего, команды продолжают играть в формате 5 на 5. Возможно, так, сотая игра мотивирует этого нападающего. В прошлой игре с Сибири у нее была голевая передача. Шашковский стейк. Гол. 1-0. Сибирь забивает за 3.36 до конца первого периода. Друзья, это такие непростые моменты. Вот так, вроде бы, новосибирцы долгое время оборонялись. И в результате убежали в контратаку и забили довольно неожиданный гол в концовке. Никита Шашков смог показать свой кистевой бросок. Его случай – это пятая шайба в сезоне. Абсолютно все забросил при игре в равных составах. Проверили его, но он там не заснул. Играет всего минуту до конца этого периода. Ян Дросс покатил. Дросс к низам и на месте. Костин. Вот так, вроде бы, неплохо из последних 5 секунд. И здесь уже явно без атаки. Но с бросков створ даже в этой ситуации. 1-0. Завершается первый период победы команды из Новосибирска. Вячеслав, твой комментарий по первому периоду? Ну, хорошо играем. Да, мы играем с позиции силы. Практически не даем сопернику ничего сделать. Правда, им получилось бросить, забить. Но ничего страшного. Будем стараться дальше гнуть свою линию, давить и играть с позиции силы. Прошел в сторону лицевой линии. Сместился теперь уже к синий. Поднимает шебу туда в направлении Мерфи. Тут перемещается, бросает, но попал то ли в Морозова, то ли в Борубина. Иван Климович пытается вылезти из-за ворот. Делает пас в сторону синий линии. Дальше Мерфи. Еще один бросок. Не хватило добивания. Хотя, кстати, Марышев ожиготывался к этому. Амур тем временем. Кашков в сторону лицевого борта покатил. Партеров не видно. Они подозреваем меняются. Да, появляются свежие игроки. Шевченко за воротами. Кашков делает пас повыше. Бросок Шевченко добивает. И это спасение Дениса Костина. И все это после очень неплохой смены Сибири в зоне атаки. А не поговорим, но чуть попозже. Иван Климович позади 7 минут в этом периоде. Побыстрее, конечно, он проходит. И пока с преимуществом Сибири. Вновь бросок и пытался Климович открыться. Я думаю, что именно для этого набрасывал шайбу игрок с синей линией. Аланов на выход из зоны шайбы направляет. И действительно все получается у Сибири. Причем там уже есть поддержка. Тейлор Бэк принимает и забивает. 2-0 в пользу Сибири. Абсолютно логичный гол по такой игре во втором периоде. А ведь были у Сибири неплохие позиционные атаки. Но забить вновь получилось в атаке. Сходу и Тейлор Бэк был одним из наиболее заметных в плане продуктивности впереди. В первом периоде сейчас уже смог блестяще открыться. Смотря как это произошло. В этой ситуации борется Белоусов. Открывается Паников для передачи. Пока пас идет направо. Это Евгений Грачев. Скидка в центр. Кирилл Спиценко. Спиценко идет до конца. Бросает и попадает Спиценко. Какой гол защитника Амура. Один-два. Довольны болельщики, довольны и руководство Кабаровского клуба. И я думаю, все равно больше всех доволен Кирилл Спиценко. Потому что это его первый гол. А вот Капустин всегда заметен. Игрок довольно быстрый. Шайбу теряет. Пытается помочь ему Паников. Но Ефремов своевременно избавляется от нее. Грачев. Заберет возле борта. Паников бросает в дальний угол. Подбор за Ефремовым. Пошел Раскат Амура. Мищенко. Скидывает шайбу за спину. Это уже Егор Кашков. Пять шайб в большинстве на его счету в этом сезоне. Бочарок. Еще один прострел. Шайба доходит до Костина. Добавить не получается. И Сибирь. На вершину. Здесь Гуркин принимает шайбу. Перевод налево над Дрозга. И скорее всего просто не получилось обработать шайбу. Славянскому наполадающему. Брынцев. Еще 15 секунд на реализацию лишнего простреления. И по-моему там урикошет. Потому что судя по тому, как парни мартымьяном располагались. Амур начал ситуацию выправлять. И как следствие даже удалось подравняться по броскам в створ. Звучит сирена. 2-1. Сибирь впереди по итогам 40 минут игры. Никита, поделись своими впечатлениями от второй 20-ти минутки. Игра упорная очень. Никто не хочет сдаваться. Всем нужны эти два очка. Поэтому здесь кто кого перетерпит, я считаю. Кто меньше всего допустит ошибок. Посещаемость в Хабаровске в этом сезоне и правда очень радость. Это в том, что, например, сегодня не играют по составу многие лидеры. Морозов бросает вверх, а ну и доходит шайба до галкипера Амура. Поддержки нет. Очередной перехват очень много. Кто потеет, кто конкретно перехватом в этом периоде за прошедшие 4 минуты у Кама. Егор Аланов перехват. А так от 3 в 3 получается у Сибири. Потенциально даже 2 в 1. Аланов в центр. Бросок. Это был Коротков. Тоже сыграл агрессивно. В рамках правил при этом. И смог шайбу отвоевать. А дальше Михеев в центре катит Иван Кривович. Михеев бросает сам, но ловушкой забирает шайбу. Галкипера Амура. Кулик. Прострел вперед за лицевую линию. Флайген успевает за шайбы, а вот Бочаров при этом еще и потерял равновесие. Но как же хорош сегодня Баролин. Всю борьбу забирает вообще. Гиздатурин принимает шайбу от защитника и пошел вперед через правый край. В центре открывается Лапин, но Костин сразу прижимает шайбу. Тоже будет сильнее. В итоге Канадис в очередной раз забирает точку. Сегодня на самом деле не лучший матч по игре на обрасывание Хубека, но конкретно эту важную точку он смог выиграть. Белоусов. В центре передачи Андреев гол. 3-1. Это гол в большинстве. Очень важная шайба в исполнении 19-го номера Сибири. Вот так первая попытка большинства и сразу же новосибирцы ею пользуются. Естественно, на это потребовалось некоторое время. И в какой-то степени это была атака с ходу. Брынцев на Грачева. Вслед за ним Шашков. Грачев бросает шайбу в зону. Морозов успевает, но он изначально был ближе к бортику. Шайба пока из зоны не вышла. А вот здесь и здесь тоже долго принимает решение игрок Сибири. В итоге только при помощи партнеров удается ее вынести. Так, Тейлор Бэк по пустым воротам и он попадает. 4-1. Бэк укрепляет преимущество Сибири. Прекрасный матч сегодня канадцы из Новосибирска провели. У Бэка дубль, у Андреа фагол в большинстве. Но и, судя по всему, Бэк уже ставит точку в отношении результата этой игры. Которая должна закрепить хотя бы время на Новосибирске на 8-м месте. Но не забывайте о том, что у Амура есть матч и в запасе. Яковлев прорывается. И не забил ли он, кстати говоря. Потому что было ощущение, что шайба могла зайти в ближний угол, который вроде как Бобков не перекрывал. Очень важную победу и прерывают четырехматчевую победную серию Амура на домашнем льду. 4-1. Победа Сибири над Амуровым. Сергей Владимирович, с победой у вас комментарий по игре. Спасибо. В принципе, игра была хорошая. Сегодня, я считаю, у нас все получилось и в большинстве и в меньшинстве. Все парни сегодня отыграли, выложились на 150%. Поэтому, как говорится, победа была за нами. В принципе, с первых минут мы доминировали, я считаю так. Всех с победой. Всех с победой. Наслуженной победой. Сегодня отдали немало сил. Такая команда должна быть. Каждую игру. То, что вы сегодня сделали, это было приятно с одной стороны. Большинство, меньшинство, все сработало. Поэтому, парни, так же цепляемся за эту победу. Много очень было хороших моментов. У нас предстоит еще две очень важные игры. Поэтому храним то, что у нас есть. Сейчас нужно самое главное сделать заминку. И покушать. И мы уже отправляемся, как говорится, на Владивосток. Всех с победой. Дэн Молочек. С возвращения у тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ